Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня с утра пришло побуждение немножко порассуждать и записать это видео. Для нас, для всех вопрос возник, почему я не вмешаюсь как администратор нашего чата Духовный Рост и, ну скажем так, не остановлю присылания разных информационных блоков на наш чат, где мы хотим говорить о любви, где мы хотим делиться просьбами о молитве, где мы хотим расти в мудрости, в познании, в зрелости. И сегодня так немножечко перекликается эта тема с тем, какую роль главную я в своей жизни выбрала играть, это роль материнства. Шесть детей — это хороший опыт, это такой путь, когда можно научиться тому, чему невозможно научиться через другие пути. И когда у детей между собой недопонимание, и каждый бежит к маме и говорит, вот ты должна наказать этого, вот ты должна сейчас сказать ей, что она не права, или там, вот этот поступил ко мне несправедливо. Знаете, у меня всегда такой вопрос, а кто же прав? И тот маленький опыт, который меня научил, наверное, не судить и смотреть, что правильно. Потому что правда у всех своя. У детей, у людей, а мы, взрослые люди, по возрасту нашего тела иногда, да даже, наверное, зачастую остаёмся детьми, имея наши незрелые части души, которые мы на нашем чате и хотим растить. И тогда я выбираю, как мама, а иногда я играю роль ещё и как папы со своими детьми, я выбираю приносить принципы, рассуждать с ними, чтобы они учились, росли и знали, как принимать решение, нести ответственность за решение. Так как я ещё и по профессии психолог, что и повлияло на всё-таки выбор моей миссии быть межконфессиональным миссионером. И я говорила о том, что более всего для меня печально, когда люди, называющие себя христианами, они убивают друг друга, они унижают друг друга, пугают друг друга. Когда люди, называя себя буддистами или кришнаидами, они осуждают другие религии, говоря, что вот эти люди, они неправы. Когда человек, который называет себя зрелым, мудрым, он поднимает в душах других людей огромный источник негативной энергии, зная заведомо, что это религиозное манипулирование, а люди слабы. И я для себя нашла, это, наверное, мой такой путь безопасный, как я для себя выбрала, где я не хочу играть роль учителя. Тем не менее, я по социальной роли учитель для своих детей, так как они находятся на семейном образовании. И я учу их, но это мои дети, это нечто другое, когда я в наше время занятий учу детей обучать себя самих. Даже здесь я выбираю иной путь, чтобы потом в мой адрес не было сказано «ты не научила». Я учу детей обучать себя по книгам, по видеоматериалам. И когда у меня было огромное желание нас собрать вот в этом чате, наш духовный рост, наверное, основной философией и идеологией этого чата было не учить друг друга, мне, вас, вас, меня и друг друга, а поддерживать, делиться нашим опытом, потому что каждый из нас духовно развит в тех или иных аспектах. И элемент безоценочной атмосферы чата, когда мы можем каждый поделиться своими эмоциями, грусти, печали, страха, гнева, стыда. Это уникальная возможность. Мы все привыкли носить маски в семье, в социуме, даже часто с самими собой. И я понимаю, что это не просто отложить маску, защитную маску, безопасную маску и просто быть теми, кем мы есть. Но это, наверное, основная мысль, почему я не внедряюсь в момент, когда происходят у нас такие посты, или люди говорят о своих чувствах тем или иным образом, иногда напрямую, иногда завуалированно. Человек агрессирует, потому что ему страшно, или потому что у него накопилось, или потому что от непонимания какого-то. Но из своего небольшого опыта, вы знаете, более всего, чему я хочу научиться в своей жизни, это понимать другого человека. Потому что то понимание, которое я ощущаю от Иисуса каждый день, это не объяснить словами. Вот слов таких невозможно найти, это нужно просто ощутить и испытать. И это понимание мне хотелось бы, понимание, принятие, создание вот таких отношений, в которых рядом со мной человек бы ощущал вот это прикосновение, то прикосновение Христа, которое я ощущаю каждый день, каждую минуту своего существования здесь и жизни на Земле. И мне кажется, это и есть то, о чём было написано в Библии людьми, которые говорили о том, что тоже испытали его прикосновения, когда мир смотрится через другие глаза, когда мы знаем, что будет происходить в мире, это не секрет, и это безрадостное событие. Но мы знаем, что у нас у каждого есть внутренняя способность, вложенная Богом, дарить любовь и принимать любовь. Поэтому я вдохновляю каждого из нас сегодня быть наблюдателем, прежде всего, своих внутренних состояний, быть наблюдателем то, что происходит с людьми рядом, и прислушаться, может быть, где-то мы можем оказать ту поддержку, которую Бог хотел бы через нас оказать, каждому из нас. Мне хотелось бы пожелать нам, чтобы мы чуть-чуть были искренними с собой, с Богом и друг другом, добрее. И, конечно, видя, как другой человек агрессирует, боится, лжет, лицемерит, возносится, я бы сказала так, проявляет просто свою человечность природную, которую часто религиозные деятели называют греховностью, падшей натурой. И это так звучит очень ужасающе и как клеймо. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас, вот в эту минуту, увидели себя, как Бог видит нас. Это то, для чего Иисус пришел в наш мир, подарить нам этот взгляд любви и позитива на нас. Когда Он умирал, Он умирал не с злобой на сердце, а с суждением, что вот вы, падшие грешные люди, наконец-то я освобожу вас. Он умирал с такой нежностью и любовью, чтобы каждый из нас ощутил это настоящее прикосновение любви, которое вылечивает душу, которое очищает наш разум, которое дает нам силы. Силы прожить еще один день с верой в Него, с доверием. И это труд. Это и есть тот духовный труд, который помогает нам расти. Я хотела бы произнести небольшую молитву благодарности и помолиться за каждого из нас, за эти выходные, которые нам предстоят. И, конечно, с радостью вспомнить о том, что многие это считают легендами христианства, образами. Не важно, кто как считает. Важно, как чувствую я. И для меня то, что кто-то когда-то возлюбил меня так, что свою жизнь подарил, чтобы я могла эту жизнь ощутить в своем сердце, в своем разуме, и нести эту жизнь везде, куда бы я ни пошла, для меня это очень ценно. Как бы это ни было названо праздником Пасхи, смертью Христа, воскресением Бога, в последнее время я, вы знаете, хочу пройти сквозь догмы, сквозь слова, сквозь постулаты, которые привыкли ставить на определенных событиях, праздниках, размышлениях или ощущениях. Не все можно выразить словами. И не все, что выражено словами, это действительно соответствует той истине, которая все время рядом. Так ставлю троеточие. Это все были мои размышления. Я с уважением отношусь к вашему восприятию моих размышлений. Я доверяю себе, потому что это то, что необходимо доверять себе, своей божественности. Бог нас создал по образу и подобию. И не просто создал, еще и вернул нам это, когда у нас был опыт того, что мы ошибались и будем ошибаться. Это то право, которое у нас есть. Я доверяю вам, потому что мы все взрослые люди. И даже если человек поступает незрело, а каждый из нас поступает незрело, потому что мы все продолжаем быть детьми и растем, и у тела есть возраст, у духа возраста нет. Познание любви — это путь вечности. Радостный путь, благодатный путь, священный путь. Давайте пойдем вместе. Иисус, спасибо тебе огромное, что я могу говорить. Наверное, мне было бы очень грустно, если бы то, что я сейчас сказала, возможно, кому-то, кто меня сейчас будет слушать, это будет вдохновением, поддержкой. Либо мне нужно было просто самой это выговорить для себя, потому что внутри просто возникло побуждение такое. Но я, Иисус, благодарю Тебя за возможность всех вот этих новых интернетных открытий. И мы можем взаимодействовать, коммуницировать друг с другом через все эти новые открытия. И во всем, что вокруг нас, видеть Твое присутствие, Твое благословение и смотреть на бублика, не на дырку в бублике. Я благодарю, что Ты вложил мне слова. И молюсь за то, чтобы сегодня день был день размышлением, чтобы каждый из нас учился видеть Тебя во всех путях, ощущать Твою поддержку, учиться смотреть на ситуации глазами Духа, потому что плоть, она слаба, она нуждается в этой взрослой духовной мудрости, которая приходит от Бога свыше. И она у нас есть, потому что Ты с нами всегда рядом. Пусть эти выходные, у каждого из нас появится желание принести это маленькое семя любви в свое сердце, общаясь с собой, видя, что сердце оно как почва, что посадим, как поухаживаем за почвой сердца. такие плоды всходы мы получим. И принести Толику любви в свою семью, в общение со своими друзьями, в свое окружение и с каждым человеком, с которым мы будем встречаться. Помоги нам быть эмоционально грамотными людьми, не понимая, что каждый человек чувствует, каждый человек имеет право чувствовать и выражать чувства. Мы живем не каждый на своей планете, мы живем на одной планете, и нам иногда нелегко. Помоги нам, пожалуйста. Включи в нас вот этот дар чуткости, понимания, прощения. И самое главное помнить, что молитва самая мощная. Оружие, я бы сказала так, оружие, которое противостоит всем атакам врага, негативности, разрушению. Знаешь, Иисус, я вспоминаю, как у меня пришло побуждение на 9 мая в Доме престарелых сказать эти слова. И я не знаю, говорила ли я их этим пожилым людям, которые многие прошли испытания войны, или я это говорила себе. Они, находясь в своем Доме престарелых, в интернате, где прекрасный ремонт, где дорогие люстры, где приезжают к ним волонтеры, дарят подарки, где их вкусно кормят, где у каждого есть комната и персонал. Но, тем не менее, эти люди, они одиноки, несчастны, хотя очень сильны духом. И самое грустное, что я там ощутила, что, отмечая 9 мая и эту великую победу над таким социальным рабством экономическим, каждый из этих пожилых людей до сих пор ощущает эту войну. И каждую минуту они сражаются, чтобы одержать победу над одиночеством, непониманием, агрессией, ссорами, стрессом, болью, которая внутри, ощущением брошенности, ненужности. Я прошу Тебя, Иисус, нам так нужно доброе слово друг от друга, слово поддержки, слово понимания. И я прошу благословить Твоим Духом Святым наш чат «Духовный рост», чтобы каждый из нас рос в познании, как принимать любовь, как отдавать любовь, поддерживать друг друга, молиться. Помоги сейчас тот, кто меня будет видеть, дай желание написать от сердца молитву за нас, за всех, чтобы мы смогли пройти каждые свои испытания, которые происходят либо в социуме, либо в семье, либо с возлюбленными, либо с детьми, либо даже в наших разумах, в наших сердцах, те сражения. Нам нужна победа, Господь, победа Твоим Духом Святым и Твоим присутствием. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, давайте, кто захочет, пришлите, пожалуйста, на чат молитву, доброе слово, чтобы мы ощутили, даже не то, что вы меня все знаете, друг друга вы не все знаете, кто-то кого-то знает, кто-то нет, но это не мешает нам просто поделиться чуть-чуть, немножко одним, двумя, тремя добрыми словами, молитвой, благодарностью. И на секунду, мне кажется, вот эта аура любви и добра, она поможет нам вдохнуть вот этот воздух, чистый воздух поддержки, искренности и нашей духовной зрелости. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...